как же приятно по летней россии лето шагает по планете летом наполнен мир здесь в подмосковье и в иерусалиме в далеком биробиджане и в не менее близком куала-лумпуре на набережной в одессе и на брайтон-бич везде лето оно в разных местах разное но лето есть лето например в бреландии сегодня холодно около 8 градусов дождь а у нас в москве в эти дни аномально жарко вчера звонил друг с брайтон-бич у них хорошая погода правда шел дождик в общем как в том фильме на классовских хорошая погода или на брайтон-бич опять идут дожди короче считайте вы прослушали короткую сводку погоды но брайтон-бич я вспомнил не случайно об этом мы сегодня не только поговорим но и споем чуть позже а сейчас разрешите объявить что наши очередные летние шабатные посиделки открываются но и Продолжение следует... Брайтон-Бич, легендарный район в Бруклине на славной Нью-Йоркщине. Когда-то район был трущобный, полностью силённый афроамериканцами, где процветали всяческие наркопритоны, уличная преступность, грабежи. И вот туда заехали наши закалённые советской действительностью евреи. Их совершили, на удивление местных властей, совершенно нереальную процедуру. Исход из Брайтон-Бич славного афроамериканского населения. Как сказала мне когда-то моя тётя Маня, живущая на Брайтоне, они не хотели учить идыш. Позже уже местные власти поняли, что одесскую тётю Маню никогда не переспорит. Даже самая горячая афроамериканская тётя Рушумба, а какой-нибудь Абраша из Одессы, с Ладжароновской улицы, даст 20 фор чернокожему Вандуну, предводителю местной блататы. Я люблю Брайтон, люблю брайтонскую душевную публику, которая всегда очень тепло принимает наши концерты, которые мы давали там иногда по два в день. Люблю брайтонские продуктовые магазины, которые ломятся от вкуснейших продуктов. Люблю брайтонские рестораны, в которых до сих пор звучат песни советской поры. Хотя сегодня, конечно, перефразируя фразу поэта, украинского поэта Течины, «Ой, не той теперь Брайтон, Брайтон бич не той». Брайтон – легендарное место Русской Америки. Этот заповедный район Бруклина родил множество замечательных анекдотов, непридуманных, а из самой жизни. А Брайтоне написаны литературные произведения, сняты художественные фильмы. «Брайтон воспит во многих стихах и песнях». Кстати, о песнях. В моем репертуаре тоже есть песня о Брайтоне, лирическая песня, написанная когда-то замечательным поэтом Михаилом Таничем специально для моей программы. К сожалению, песня прозвучала лишь несколько раз еще в начале 90-х, и именно на гастролях в Америке. Но прошло уже 30 лет, и у нас сегодня своеобразная премьера, потому что я уверен, что сегодня в подавляющем большинстве наших зрителей услышат эту песню впервые. И так эксклюзивно только для наших заседателей в сегодняшних шабатных посиделках звучит песня композитора Ильи Любинского на стихи Михаила Танича. Пойдем по Брайтону. Пойдем по Брайтону, по Брайтону, с дырявым, как у всех, кто тут проездом кошельком. Пойдем по Брайтону, по Брайтону, по Брайтону, на пирожок с картошкой у нас с тобой хватает, и он во рту растает, поскольку он точь-точь такой, как мама жарила, когда еще с тобой под стол ходили мы пешком. Тут свой бродвель, над ним сабвель, и он шумит, как тетя Циля на балконе. И этот спич за Брайтон бич, за эти волны, как у нас на лонжероне, за эти волны, как у нас на лонжероне. Пойдем по Брайтону, по Брайтону, заглянем в ресторанчик, где поет старик Гулько, и станет ясно, ах, этот Брайтон от Одессы, ну совсем недалеко. И мы с тобой заметим, что в перстнях эти янки, ниже с Молдаванки, а по-английски говорят одни корейцы, обалдевшие в своем обошнике. Тут свой бродвель, над ним сабвель, и он шумит, как тетя Циля на балконе. И этот спич за Брайтон бич, за эти волны, как у нас на лонжероне, за эти волны, как у нас на лонжероне. Да, эти волны, как у нас на лонжероне, Пойдем по Брайтону, по Брайтону, с дырявым, как у всех, кто тут проездом кошельком. И скажем «Здрасте». Говорят, когда-то, еще в 70-е прошлого столетия на Брайтоне был магазинчик, который принадлежал одному пожилому еврею, у которого работал один такой же пожилой китаец. Он работал и жил прямо в магазине в одной из подсовок. Так вот, этот китаец прекрасно говорил на идиш. И когда хозяина спрашивали, откуда у китаеца такое прекрасное владение идишем, хозяин прижимал палец ко рту, говорил «Тихо, Ша, он думает, что это английский». А я шлю привет всем нашим Брайтонским заседателям. И очень надеюсь, что когда кончится весь этот ковидный мрак, мы обязательно встретимся где-нибудь в Брухине, в концертном зале и вместе споем песни на языке мамы Лоши. Шаббат, шалом, дорогие друзья! Здоровья вам и радости! Дыхаю! И пусть стучат колеса, и нет у нас вопросов, когда 7.40 мы танцуем и поем. Наш поезд вновь кутон надежды позовет. 7.40 собирайся, 7.40 отправляйся, пусть к счастью бою жизни нас везет. 7.40 собирайся, 7.40 отправляйся, пусть к счастью бою жизни нас везет. Пусть счастью бою жизни нас везет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok